Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Другой вопрос. Почему нужно делать добро, и что делать, если мне не хочется его делать для других, для чужих детей, для семьи? А когда мне делать добро, искренне чувствую себя пройдет плохо? В общем, я пошел, короче, домой назад, потому что что-то тоже не хочется делать добро. Пойду жене делать добро, давно уже с ней не разговаривал, все время езжу, она терпит. В общем, я пошел. Не хочется просто мне делать добро. Я тоже понял это, вот сейчас с вами поговорил, меня прямо осенило. То есть, как мне придет это, я зацеплюсь этим вопросом, уже жалко. Я не знаю, и мне не хочется тоже, че. Зачем я вам буду отвечать, если мне не хочется вам добро делать? Я только буду своей жене делать добро. Че, хи-хи. А, не нравится? Ну, вот у меня просто как-то есть круг близких людей. Видите, некоторые люди думают, че такое Олег Геннадьевич говорит? Мы пришли на лекцию, он говорит, я пошел домой. Не отпустим, мы не хотим, все из-за нее. Видите, когда человек так мыслит, он теряет удачу. Вот сейчас много людей, они настроены испытывать счастье в отношениях со мной. Только потому, что я прилагаю огромные усилия, чтобы другим людям приносить добро. Я езжу полтора круга вокруг Земли и за год облетаю. Понимаете? Для того, чтобы люди были счастливы. И поэтому все ждут, все хотят отношений, все хотят любви. Вам не нравится так вот мыслить? Мне нравится просто, вы мужчина, у женщины же по большей части все-таки все крутится вокруг семьи. Это правда, это правда, да. Я с этим полностью согласен. Так и есть. Больше делайте добро в своей семье. Приносите добро в своей семье. Но если вы хотите удача, чтобы пришла в вашу семью, тогда вы должны делать добро другим людям. Если вы не будете это делать, удачи не будет в семье. То есть даже так, через себя все равно делать? Да, вот именно через себя, да. Через себя надо делать, потому что смысл в этом, это называется аскеза. Я, допустим, сижу, когда в 11 часов уже, я больше часа, если общаюсь с вами, мне уже тяжело. То есть я сижу, меня уже там ведет. И люди некоторые, они все равно штурмуют, как бы хотят поговорить. Иногда приходят через силу это делать. Но люди потом благодарны очень сильно, благодарят. И как-то легче становится. Но в целом человек должен так жить. Он должен стараться служить другим, не только своим людям. Потому что иначе зацикливается энергия, и удача уходит из жизни. Удача — это что-то новое, больше, чем тебе положено. Удача возможна только, если ты отдаешь себя другим, не своим близким. И не себе тем более. Спасибо большое. Видите, вам не хватает знаний просто. Вы не знаете, зачем это надо. Ну, я не знаю. Мне кажется, я удача быть. У меня любят близкие, и все хорошо. Пока. Можно быть еще более тогда. Пока, потому что сейчас идет хороший период. Ну, не знаю. Я согласен с вами. Лучше. Видите, я старею, такой, как бы стал ворчливым. Лучше со мной не соглашаться в этих вопросах. Потому что у вас всегда будет хороший период в жизни. Сто процентов. Никогда не будет плохого. Но вы должны знать о том, что бывают разные времена в жизни. И вот когда человек постоянно добро людям делает, другим, не себе, не своим, другим, в тот момент, когда у него тяжелый период, эти же люди начинают ему помогать. Свои близкие в тяжелый период помочь не могут. Все близкие парализованы, когда у тебя тяжелый период. Объясню, почему. Потому что они связаны одной ниткой. Вот, допустим, у тебя тяжелый период, все близкие истощаются на тебя, и у них тоже наступает тяжелый период. У всех. Они как в одной упряжке, понимаете. Вот один конь больной, остальные пробежали три километра, и устали все кони. Потому что они тянули его и упряжку. Ну, то есть они как бы больше работы делали, устали все кони. Так же в семье. У одного человека плохой период, все остальные устают, выкладываются на него. И семья друг другу в этом случае помочь не может. Нужна энергия извне. И она как раз в этот момент приходит назад от тех людей, которым ты помогал в жизни. Вот, допустим, я вам помогаю, а вы мне тоже помогаете, потому что от вас идет благословение. Вы как бы благословляете, Илья Геннадьевич, сил вам, здоровья. То есть вы благословляете, даете силы назад возвращать.